Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале Сад с Катериной Говоровой. И сегодня хочу поговорить с вами о почвопокровных растениях. И главное, о том, насколько декоративны и как они выглядят зимой. Перед вами сейчас бересклет Форчуна Эмеральд Гаете. Это тоже невысокий, плетущийся по земле. Вот он пускает такие плети. Если не ставить его на опору, то это будет, в принципе, такое хорошее почвопокровное растение. Помощники с нами. Зизик. Вот здесь, в этой зоне, я его как раз посадила, чтобы он мульчировал мне землю. Землю вот рядом, или Агнус Эйбинг и Гилд Эдж. Здесь также будет расти криптомирия. И вот таким ковриком будет расти бересклет. Вот посмотрите, насколько он декоративен сейчас. Зима очень нарядный, очень яркий. Да, конечно, с поправкой на юг. То есть у нас зимы бесснежные. И вот такие растения будут очень красиво декорировать землю. Будут помогать нам сохранять тепло, так как они хорошим таким слоем растут. Будут нарядно, красиво смотреться. Не будут листопадными, как правило. Поэтому они должны и зимой, и летом выглядеть декоративно. И вот бересклет Форчена, Эмиральд Гайета, я бы даже, наверное, на первое место поставила. Это очень красиво. В принципе, при желании он может расплестись и довольно большую площадь занять. Так как вот так веточки пригибаются к земле и тут же укореняются. И вот таким образом он делает хорошую лужайку. Можно также пристригать, преклонять. Ну вот этот кустарник у меня растет уже два года. И высота его около, наверное, 30 сантиметров. Очень хорошо смотрится и летом, и зимой. Зимой могут листья обладать таким розоватым оттенком, приобретать точнее. Вот если он в более холодных условиях, либо он там, допустим, стрессует. Вот этот был у меня контейнерный. Я его только пересадила в грунт. А этот сразу был посажен в грунт. Поэтому, вот видите, разница на лицо. Поэтому, вот, наверное, в топе почвопокровных, вечно зеленых растений, кустарников, я бы, наверное, ему первое место отдала. Очень красивый, очень нарядный. Еще один очень неприхотливый. Довольно тенелюбивый, теневыносливый. Это барвинок. Вот посмотрите, январь месяц. Как красиво смотрится лист. Лист зеленый. Он продолжает расти. Вот он укореняется. И везде всходят вот такие молодые побеги. Вот таким массивом. Когда он заплетается, это очень плотно. И опять-таки, плюс еще цветение. Цветет синими цветочками. Греет, сохраняет вот это тепло. Земля здесь прогревается под ним. И плюс еще, что он не листопадный. Вот такое интересное почвопокровное растение. Это барвинок. Также почвопокровным растением можно, в принципе, назвать плющ. Так как это растение, если будет опора, оно пойдет по опоре. Если ее не будет, то он будет таким хорошим ковром застилать землю. Тоже красиво смотрится. Тоже зимой не теряет цвет листа. Множество сортов. Не только цвет, сам лист. То есть он не листопадный. А еще раз говорю, этот обзор я вам показываю с учетом, что это шестая, седьмая климатическая зона. Вот в нашей зоне вот такие растения очень даже красиво смотрятся. Что еще сейчас зимой смотрится довольно неплохо, продолжает свистеть. Это фиалочки. За небольшой период времени образовывается очень быстрая лужайка. И всю зиму тоже будет декоративно смотреться. Будет с таким листиком. И цветут, как правило, в нашей зоне. Это зима. Январь, февраль. Март, фиалочка всегда цветет. И, конечно же, это гейхеры. Которые зиму сохраняют листовую пластину. И тоже смотрятся очень декоративно. Когда кусты уже взрослые, наросшие, то они такими вот кочечками, такими куртинками. Вот здесь тоже, видите, у меня замульчированная зона. Но довольно неплохой размах. Вот у этой розеточки, вот моя рука. Видите, это всего один кустик. Очень симпатичное почвопокровное растение. Очень много сортов, разновидностей. Вот яркий такой розовый лист. Так что это растение тоже мне очень нравится. И нравится оно мне зимой. Потому что зимует с листиком и выглядит очень декоративно. Это тенелюбивые гейхерочки. Растут они в притенении. Многие сорта на солнце у нас на юге пригорают. Вот молодые посадки, видите, тоже разные сорта гейхерочек, которые будут скоро большими такими шапочками. Также можно сказать, вот такой вот вид папоротника тоже будет почвопокровным растением, так как невысокий. И будет заплетать все такими кочечками. Ну и, конечно, медуницы. Очень красиво, очень декоративно. Вы видите, тоже зимуют в нашей зоне они вот таким образом. Не то, что они не теряют своей декоративности, они еще продолжают расти. Вы видите, то есть зимние растущие получаются. Хотя температурные качели, вот холодный циклон. И у нас постоянно ночные заморозки. И температура опускалась вот в этот заморозок до минус 9. Ну вот, показываю вам три разных сорта. Это поздняя посадка была. Но, тем не менее, они продолжают расти. И тоже получается очень красивое почвопокровное растение. Невысокое. Зимующее опять-таки в нашей зоне. Вот так красиво, нарядно, с листиком. Вереск. Еще один вариант почвопокровного растения, которое, в принципе, неплохо переносит наш климат. Не знаю, честно говоря, вот этот вот сорт, лимонный. Вот он больше всех разросся. То есть, вот смотрите, докуда веточки уже доходят. Очень симпатично выглядит. Проверен уже вторым годом выращивания. Вторая зима. Два лета он перенес. Вот тоже, можно сказать, красивое очень почвопокровное растение. Будет хорошо смотреться с камнями. В каких-то альпинариях. В сочетании с хвойными растениями. Так как вереск кислотник. И его естественная среда обитания – это болото. Поэтому он с хвойными. У них будет кислая почва. Подходите одному и другому виду. Можно очень красиво мульчировать землю вересками. Вот так вот интересно с листиками. Тоже зимует. Тиарелла. Видите, красивая. Неплохая уже розеточка. Вот так вот выглядит листик зимой. Тоже красиво. Мне нравится в сочетании. Всегда яркие акценты. Придают какой-то изюминке саду. Тоже невысокое растение. Будет такой хорошей кочечкой. Вот здесь еще один сорт гейхеры. Если гейхера зимой выглядит очень даже в принципе ничего. Несмотря на то, что все эти кустики были поделены. Были осенние посадки. Медуницы даже держат свой листик. Тоже несмотря на то, что это были посадки. То варигатная сныть, которая долго-долго держалась. Но сейчас в середине января выглядит вот так печально. То есть вот это вот листики, которые еще борются за жизнь. Видите? Но большая часть уже пострадала от заморозков. И отсохла, отмерла. Так что это так себе растение. Для зимы оно не очень подходит. Но очень красиво и декоративно выглядит в весенние, в летние, в теплые сезоны. Ну и конечно нельзя не упомянуть, нельзя обделить вниманием живучки. Живучки, которые таким очень плотным ковриком устилают землю. Корневая система у них маленькая, поверхностная. Они, можно сказать, такая естественная мульча, которую можно выращивать под любым растением. И они абсолютно не будут мешать, не будут какие-то вытаскивать на себя вещества, заставлять стрессовать. Они только будут этому растению согревать зимой корневую систему, но летом сохранять от пережигания, от солнца, от пересушения. Вот так выглядят зимой, видите? Некоторые листики примерзли. Но потихонечку продолжают расти. У меня несколько сортов, и я вам покажу и остальные. Вот живучка совершенно другого сорта. Я сразу извиняюсь, сорта я, к сожалению, не знаю. Я вам показываю, как они выглядят. Кто-то, если знает, напишите в комментариях. Вот здесь на завод посадила, чтобы эти живучки таким фиолетовым листом оттянили мне сосну карстенс винтерголд. Вот несколько разных разновидностей, видите, здесь с таким узеньким листиком, но тоже фиолетовый цвет. Вот обязательно сейчас показываю, покажу вам весной, насколько быстро они образуют вот такую дернинку. То есть вот здесь подсажено три кустика разного цвета. И вот здесь еще, видите, вот, которую предыдущей минутой ранее вам показывала. Вот, видите, тоже. То есть вот эти живучки должны уже сделать в лето хорошую такую дернинку. Можно сказать, в принципе, что вот перед вами тоже довольно невысокое, вечно зеленое. Тоже, можно сказать, почвопокровное растение, видите. Конечно, оно выше, например, чем живучки и не стелится по земле, но обладает тоже не очень высоким ростом. И зимой эта осока тоже не просто стоит вся такая нарядная, она еще продолжает расти. Вот видите, какой красивый цвет. Невероятный. Вот тоже яркий пример почвопокровных растений. Это молодила. Вот как красиво смотрится. И вот еще называют у нас каменная розочка. Вот сюда в эту зону тоже подсажены. И через некоторое время это тоже будет такой коврик из таких красивых очетков, из таких каменных розочек. И зимой они, видите, тоже стоят яркие и красивые. Чем удобны почвопокровные растения? Тем, что можно, в принципе, сажать их, эмульчировать каждый уголок своего сада, под растениями, между дорожкой, в швах. Это будет очень красиво, они очень нетребовательны. Как правило, это очень засухоустойчивые растения, которые не боятся каких-то природных катаклизмов, жары или перепада температур. И смотрится очень достойно. Вот этот кустик живучки я посадила несколько ранее, в конце лета. И он уже разделился на два. В принципе, нарастает очень быстро и смотрится очень декоративно за счет своей яркой листвы, вот такого фиолетового оттенка. Очень красиво, вот прелесть какая. Рыжик. Ну, нельзя просто так выйти в сад, не поработать, не поснимать. Ну, будет такая минутка кошачья в нашем видео. Ну, как можно его не погладить? Как можно его не погладить, такого котика? Вот опять-таки, вот в моем саду все почвопокровные растения должны быть очень стрессоустойчивыми. Вот, ну, вы видите, да, что происходит. Потому что вот этот слон, просто слон, он уже тропы попроложил через сад. И там, где он ходит, земля уже просто похожа на бетон. Потому что вес у нашего дружка уже такой нормальный. Такой котя. Возвращаемся к нашим почвопокровным растениям. Вот, кстати, кто смотрит канал, показывала тоже в конце лета, посадила невысокое тоже почвопокровное растение, сисюринхий. Он должен цвести. Это клубневое растение. И будет цвести такими синими цветочками. Но зимой, так сказать, не супер красиво выглядит. Если, например, сравнивать с тем, как выглядит зимой живучка. И здесь возвращаюсь еще к одному почвопокровному растению, которое, ну, честно, очень меня порадовало и внешним видом, и своим цветением, и своей вот этой способностью заплетать большие прямо территории очень быстро, размножается элементарно. Вот так отрывается любая веточка, вкапывается в землю и тут же черенкуется. И летом я пробовала, и зимой, и весной, и осенью. Всегда, в общем, у меня получалось. Это Вероника сизая. И вот в моих весенних видео вы, наверное, видели, как красиво она цветет. Ну, просто невероятный. Долго. И составил... Ну, просто такой акцент сразу в саду. И тем не менее, видите, насколько она неприхотливая, насколько она быстро разрастается, высота около 5 сантиметров, иногда даже ниже. То есть вот реально просто плетется в тот момент, когда она не цветет, она плетется по земле. Вот мульчирует мне здесь пинию. Такая серебряная, можно сказать, красивая Вероника. Цветоносы около 30 сантиметров. Отцветают, подстригаю, и опять такой коврик. Ну, и, конечно, почва покровная, это все наши очутки. Многие боятся, говорят, заведешь один раз, потом не выведешь. Но вот в моем саду они меня вообще не раздражают. Заплетают мне так землю. Естественная мульча. Да, цвели некрасиво, недекоративно, когда подсыхают. Я, честно, просто вырываю, что-то остается. И из этого чего-то маленького кусочка, вот который остался, тут же заплетается опять новая лужайка. Очень симпатичная. Сейчас покажу еще какие варианты, и что можно делать с очутками. На первый взгляд вообще, то есть, просто некоторые говорят мусор в саду. Но насколько это удобно? Ну, конечно. Зизик, сначала тебя погладим, а потом покажем. Смотрите. Вот зимой, в январе, как выглядит очуток. Это контейнер, такой большой, в котором растет деревце, березка. Я взяла вот так, посыпала в свое время и замульчировала очутком. Это стало настолько симпатично. В зиму он приобретает ярко-розовый оттенок. Видите, все его веточки становятся розового цвета. И вот таким вот он образом уже просто свисает такими гроздьями с горшка. Не просто амульчирует, я всегда говорю, как такая пасочка получилась. Такой куличик. Вот видите? Насколько это длинно, то, что отпадает, здесь сразу будет прирастать. Ну, по мне, настолько оригинально. Полива, ухода, ну, вообще, можно сказать, ничего не требующее растение. Потом оно расцветет весной. Потом я срежу эти цветоносы. что-то останется и цикл пойдет снова. Вот насколько просто, настолько интересно, настолько удобно. Вот другой вариант. Тоже. В обычный горшочек насыпались вот такие голубого цвета очетки. И они тоже так замечательно разрослись. Друзья, сортов не знаю. Потому что такие растения, ну, редко мы прямо покупаем по сортам. Это надо, ну, коллекционировать. Я вообще их собирала. Вот где-то веточка отпала, где-то сорвала и собралась вот такая вот просто клумбочка в горшке. Смотрится опять интересно. Так свисают. Потом расцветают. Очень оригинальные, ничего не требующие. И очень нам помогающие. Вот эти растения как раз заменяют нам мульчу, которая, в принципе, ну, достаточно недешевое удовольствие, чтобы отсыпать какой-то участок в саду корой. Это довольно ощутимо выходит. А вот такими растениями это вообще беззатратно. Вот сюда тоже попала веточка. Здесь растет бук приколор. И вот из этой веточки тоже за маленький период времени вот такой образовывается коврик. То есть, ну, просто очень быстро, невероятно быстро. Смотрите. Тоже такая лужайка образовалась очень-очень быстро. С вот этого микро-четка, который у меня только что вам показывал, амульчирует горшочек, мой контейнер. И вот так симпатично смотрится. Вот здесь растет туя. И скоро она будет расти в таком зелененьком, очень неприхотливом газончике. Кстати, если на него наступишь, ему абсолютно ничего не будет, так как даже те веточки, которые сломались, они моментально прирастут и увеличат только площадь. Вот рядом здесь живучка. будут хорошо контрастировать. И еще один вид такой золотистый. Тоже очень симпатично смотрится. Вот здесь елочка Энгельмана Бушлейс. И вот она именно замульчирована вот таким вот золотистым очетком. Красивый даже с таким оранжевым, с вкраплением оранжевого цвета. Летом станет еще ярче. Вот получается такой контраст. с хвоей еще один вариант прекрасного мульчирования и прекрасного почвопокровного растения. А это будра. Тоже почвопокровное растение. Многие ее попаиваются. В общем, один раз заведешь, и как сныть, потом не выведешь. Но мне очень нравится. Во-первых, сама форма листика. вкрапления варигатности, это очень симпатично. Я посадила вот в такую зону. Здесь будет уже растет кипарисовик стардост. Видите цвет кипарисовика. И вот такой будет под ним коврик из будры. Очень неприхотливое растение. Вот только посадила его осенью. И уже такая хорошая полянка. Скоро, я думаю, все заплетет и будет очень декоративно. Я вам показываю сейчас только те почвопокровные растения, которые и зимой декоративные, сохраняют свой лист. Летом сделаем видео, добавим туда те почвопокровные, которые на зиму уходят, только летом растут. Вот смотрите. Аирчик. Еще одна осока бронзовая. Вот тоже зима. А они очень даже симпатично смотрятся. Вот еще сходит молодила. И вот посмотрите, как смотрится осока. Ой, прошу прощения, задумалась. Не осока, а овсеница. Вот такая большая кочечка, такая хорошая куртинка. То есть, как почвопокровное растение, очень, даже очень. В принципе, боится только вымокания. Поэтому для сухих участков вполне симпатичное почвопокровное растение. Можно делать такие кочки. Можно сажать голубую, зеленую. Будет тоже очень симпатично. Здесь у меня тоже такая лужайка, на которой красуется подъеденный за сезон. Бадан. Бадан тоже, видите, всю зиму стоит с листиком. Красивое растение, большие листья. Вот если бы не подъела у меня их, но я думаю, что это улитки постарались. Лужайки, оформленные баданом, смотрятся очень экзотично, очень красиво. И плюс этого растения, что оно еще и цветет очень красиво. На йоге, кстати, как почвопокровное растение, как бы это нереально не звучало, можно использовать опунцию. Вот сейчас таким образом зимует кактус, подложенный камнями, так как этот агрессор просто где падает, там и прирастает. И после зимы вот эти лежащие все друзья могут дать корешок, поэтому приходится куда не нужно его приподнимать либо удалять. То есть вот такое вот тоже можно как почвопокровное растение, ну с учетом, что не так уж и высоко, наверное, сантиметров 20, но зарастает, заплетает лужайки. Единственное, что по такому, конечно, другу не походишь, но смотрится довольно экзотично. Еще один интересный вид. Это фиалка с черным листом. Эту фиалочку мне прислала Елена, моя подписчица. У меня были видео по распаковке. Вот так они хорошо себя чувствуют. Два кустика. Растут на солнышке, здесь в принципе в затяжке. И я надеюсь, что будут такие две хорошие кочечки. В дальнейшем может быть даже лужайку мне заплетут. тоже очень интересный вариант. Ну и конечно, если мы разговариваем с вами о почвопокровных растениях, было бы в принципе странно не учесть, что у нас очень много сортов можжевельника, которые тоже являются почвопокровными. Вот сейчас показываю вам голден карпет. Ну вот он у меня пока не голден, в полной тени рост, дружок. Посадка тоже молодая, он небольшой, но он таким ярким золотистым ковром растет по земле, совершенно невысокий. Вот он у меня только начинает давать вот эти плети, вот они веточки, видите? То есть будет просто коврик, золотистый коврик, совершенно невысокий. Вот смотрите, моя рука, его высота ну сантиметра 4, наверное 5 сейчас. Очень интересный вариант. Можжевельники у нас очень выносливые растения, то есть это прекрасно и 4-я зона, и 5-я зона, и в нашей зоне в принципе очень даже неплохо смотрится, хорошо зарастает, большие площади, и зимой и летом красиво и нарядно. И вот так каждый раз только подхожу на берег, огромная стая уток сразу взлетает и улетает. Легкое отклонение шла вам показать еще один почвопокровный можжевельник. Перед вами можжевельник блючит. Видите, какой красавец? Зимняя краска такой с фиолетовым налетом, серебристый цвет, очень красивый. Выпускает такую веточку, побеги тянутся кверху, очень красиво смотрятся. И тоже заплетает он довольно большие такие куртины, в пределах трех метров может один можжевельничек в принципе легко и спокойно заплести. Очень тоже удобно и красиво. И опять-таки плюс хорошая морозоустойчивость, это можжевельники выносят они не только южные растения, но зимуют они также в четвертой зоне и в пятой я уже и говорила. Вот очень удобно, хвойно, душисто и красиво блю чип. Те фиалочки, которые вам показывала, они к сожалению не цвели. Вот сейчас прогуливалась по саду и увидела кустик, который так красиво и по весеннему уже радует и цветет. сейчас показываю вам еще одно очень интересное вечно зеленое почвопокровное растение, на которое я возлагаю прямо большие надежды. И у меня есть такая даже задумка, где у меня кружочки дорожка, я посадила клевер, я хочу все это убрать. И если получится, то посадить афипогон. это афипогон сейчас перед вами сорт нигер. Очень интересное, очень красивое растение. Растет у меня оно, кстати, второй год. Единственный минус по моим наблюдениям, что растет оно очень медленно. Медленно формирует такую куртинку, поэтому если придется высаживать, то нужно будет брать много посадочного материала. Но сейчас даже мы рассматриваем такие варианты создания газонов либо из афипогона, либо из лириопы. Вот можно делать такие интересные варианты для нашего климата. Это очень удобно и будет совершенно лучше и легче переносить нашу влажную зиму такую. Зима у нас бесснежная практически. и вот такие интересные насаждения будут очень симпатично смотреться. А вот смотрите, видите, кто вслышал и собирается цвести? Это подснежники. Вот так вот уже вылазят и сразу с бутончиком. Вот такая вот прелесть. Так что очень интересное растение. вот сейчас покажу вам, видите? В принципе, длина вот она. Красивый очень сорт. Единственный минус, конечно, что это не дешевое растение. если мне память не изменяет один контейнер я брала 300 с чем-то около 400 рублей. Конечно, если делать куртину целую, если хотеть быстро и сразу, то это будет очень даже бить по кошельку. Вот единственный минус этого растения. А так, конечно, очень красиво. Потом будет цвести и завяжет такие синего цвета ягодки. Афипагон нигер. Вот так зимует герань. Это герань кроваво-красная. Сохраняет тоже листовую пластину. Видите, красавица. Тоже невысокий такой коврик. Любит в нашем климате притенение. На полном солнце подгорают листья. Цветет ярко-розовыми красивыми цветочками. Видите, кстати, ромашка небяник тоже стоит вот такая зелененькая. Возвращаемся к нашей геране. Красавица. кстати, тоже не очень быстро. Вот такая куртинка наросла у меня за полтора года. Если сравнивать, допустим, со скоростью закрывания землей отчетками, которая просто в момент они как-то раз и уже целая лужайка, то здесь тоже нет. Наблюдаем. Красиво смотрится. Я думаю, если будет такая полянка под хвойными растениями или где-то в каких-то уголках сада, тоже будет смотреться очень интересно. А сейчас вам покажу наверное самый экзотический почвопокровник в моем саду. Ну, не считая конечно афипогона. Это цикламен. Посмотрите какое чудо весны вам, друзья. Вот он у меня весь цветет. И вот так с цветением он пережил заморозки, пережил снег. Накрывало его полностью снегом. Потом снег оттаял, мороз отошел. Сейчас плюсовая температура, но цветочек никак не пострадал. Очень мне нравятся и очень листики красивые и цветочки красивые. И представляете вот эти лужайки, которые заплетены такими красивыми заросли цикламенчиками. Очень здорово, очень красиво, очень само интересно как он посеется, как он размножится, потому что это была одна луковичка, такое колесико интересное, прямо колесико, из него корешок. Вот это колесико я купила весной в прошлом году, цветущим. Посадила и вот здесь, здесь стоит у меня камышовый заборчик, он полностью его от ветра закрывает, и он уже вот так красиво цветет. У меня в саду два кустика цикламена и один цикламенчик у меня растет в более прохладном месте. Вот так пришлось его камнями закрыть от моих дружелюбных котов, которые вот видите вот так протаптывают тропу. И вот тропа была прямо через этот кустик. и вот разница конечно на лицо. Видите как вытоптанно просто товарищи такие. Но он тоже цветет, вот прямо из земли выгоняет цветочки. Но здесь ему видимо похолоднее. Вот так его закрыла камушками, чтобы коты перешагивали. Но я думаю, что он ближе к весне поярче себя проявит, расцветет. Коты найдут другую тропу. Вот видите, вот она тропа. Вот так вот коты протаптывают тропы в саду. Так что конечно вроде бы вот листья отоптаны полностью. Вот к сожалению вот такие помощники. Ничего прямо не скажешь. Ужас какой-то не знаю даже насколько камни закроют. Ну очень красивое почвопокровное растение. Я представляю такие тоже лужайки вот подхвойными. Здесь у меня кипарисовик нутканский, которого кстати ветром оторвало от бамбуковой палки только увидела. Надо прикрепить. И вот снизу будет такая лужайка эсцикламена. Очень будет красиво. Очень очень. Еще одно интересное почвопокровное растение, которое тоже видите зимой в принципе с листиком. Яркое такое. Это варигатный борвинок с желтой варигатностью. Но я его только посадила. Мне его подписчица прислала Елена. И вот я его посадила. Он должен мне тоже тут такой коврик красивый сделать. Такой яркий. Но несмотря на позднюю посадку в принципе от заморозка он практически не пострадал. Может немножечко. Но весь живой здоровый даже продолжает расти. Тоже достойное растение. Достойная почвопокровная. Друзья не забывайте поставить лайк. Мне полезно и приятно. И помогает в развитии канала. Подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. На этом обзор заканчиваю своих помощников, которые не только летом, но и зимой помогают нам, сохраняют влагу, закрывают корни от вымораживания и просто украшают сад. На этом я с вами прощаюсь. Всем добра и до встречи в саду.